Добрый день, друзья! С вами канал Куры в Мегаполисе. Меня зовут Эдуард. Наконец-то я победил Почту России. Причем тут царско-сельские курочки, спросите вы. Ну, моя подписчица Раиса Степановна заказала мне яйцо царско-сельских курочек и попросила еще раз показать мне, вернее ей, этих замечательных птиц. Вот этот Петька ей приглянулся, о котором я в прошлый раз рассказывал, с розовидным гребнем. Ну, кстати, Раиса Степановна, я отправил видео Бахромееву Анатолию Борисовичу с просьбой разъяснить мне ситуацию, поэтому Петьке подходит он для дальнейшего разведения, либо нет. И если он забракует его, то я вам тогда его отправлю. Если водители автобуса, с которыми я договорился по поводу яйца, согласятся его взять. Ну, надеюсь, я их уговорю. Вот, кстати, накрыл теплицу спанбобом. Пришла к нам жара, наконец, после дождей, ну и стало здесь невыносимо. Вот накрыл. Конечно, это помогает очень хорошо. Плюсом я еще поливаю этот спанбоб водой сверху. Вот, ну и здесь становится попрохладнее. Да, ну и курочки сейчас пьют у меня воду с лимонной кислотой, чтобы не нарушался кислотно-щелочной, электролитный баланс, водно-солевой. Вот, и им было легче переносить жару. Так, ну все, я думаю, на царско-сельских мы больше смотреть не будем, а перейдем непосредственно к посылке, которую я отправлял в Омск. Моя одногруппница Татьяне по группе ВКонтакте «Птица домашняя» одногруппница. Вот, ну и сейчас, в общем, ее небольшой отчет. И я, наверное, напомню, как я делал эту коробку. Вот, ну и, да, пройдем, наверное, к коробке, вернее, к тому видео, которое я снимал ранее. Обычно я делаю такое наполнение из пенопласта в картонную коробку. Ну и, тем не менее, яйцо приходит побитым. Ну, то есть, вот так вот я устанавливаю, засыпаю все опилками. Вот, и, тем не менее, мне просто кажется, что коробка, пенопласт достаточно эластичный. Вот, если надавить там сбоку, да, где-то, то, возможно, идет давление на кассету, на яйцо, и яйцо разбивается. Ну и я давно уже, еще в прошлом году, хотел Александру из Хабаровского края, которому я тоже в прошлом году отправлял посылку. Ну и в этом году уже опять отправил посылку. Конечно, она пришла в ужасном состоянии. Сделал коробку на 80 яиц, отправил яйцо царско-сельских и пушкинских. В итоге, так интересно, одинаковое количество яйца осталось. 27 пушкинских доехало целыми, 27 царско-сельских. По 13 яйца с каждой группы разбили. Ну, то есть, грубо говоря, 30% яйца снова разбили. Ну, вот, в прошлом году я еще хотел такую коробку делать, но было уже поздно, как бы, отправлять. И вот сейчас я решил сделать такую коробочку для отправки в Омск. Моей одногруппнице Татьяне. Вот, ну, посмотрим, что получится. Что получится вот с такой коробки. Я не знаю, вообще ее на почту возьмут. Нет, для доставки. Вообще, если вы помните, раньше на почте были практически такие же коробки, только стенки были из ДВП. А я вот купил лист ОСБ. Ушло сюда чуть меньше половины листа ОСБ. Ну, и вот по цене получается там где-то, ну, порядка 400 рублей затраты. А, и вот два брусочка купил. Это я еще Саше покупал в прошлом году. Они у меня так и год простояли в сарае. Брус 20 на 30. Вот, гвоздями я тут все сбил. Вот, ну и, в общем... А, да, еще хотел показать, как я... Кассеты вообще кто-то в салфетке кладет. А я вот так вот опилками, мелкими опилками все просыпаю. И потом закрываю. Это подсыпаю несколько раз, беру вот, насыпал, потрес. Ничего, все нормально, все плотненько, все хорошо. Потому что переборщить как бы тоже не хочется, иначе эти опилки могут на яйцо надавить и его тоже разбить. Ну, в общем, вот такая получилась посылочка. Здесь же также будет накрываться пенопластом. Плюс еще гвоздиками я прибью крышку. И вот в таком виде она отправится в Омск. Ну, надеюсь, что доедет. А если не доедет, друзья, не доедет яйцо в целом, то я, наверное, откажусь от дальнейших услуг Почты России и уже не буду просто с ними связываться. Ну и вот уже посылка у Татьяны. Кстати, в этот раз я отправил не курьерской доставкой, а обычной. И хочу сказать, что посылка пришла даже на пять дней раньше заявленного срока. Вот, как вы видите, я прошу их всегда наклеить этикетки осторожно, хрупкая. Показать, где здесь вверх находится, чтобы коробка вверх ногами не ехала. Ну и сейчас посмотрим, что же там внутри. Кстати, чтобы открыть этот ящик, Татьяне понадобилась стамеска. По факту вскрытия выяснилось, что вот несмотря на то, что я достаточно плотно утрамбовал опилочки, они, тем не менее, в результате тряски в пути осили. Ну и где-то зазор получился между крышкой и опилками в один сантиметр. Ну, я думаю, это не критично. Сейчас, распаковывая посылку, мы узнаем, так ли это или нет. И вот уже все коробки с яйцом лежат на столе. Как мы видим, они сухие. И это уже хорошо. Это меня очень радует. Что же там внутри? Сейчас мы узнаем. Та-да-да-дам! Та-дам! Ура, друзья! Как вы видите, яйцо доехало абсолютно целым. Ну, по крайней мере, невооруженным взглядом. Так мы видим. Что же Таня пишет в своих комментариях под этими фотографиями? Сейчас мы с вами узнаем. Друзья, я нам верно и вам зачитаю, что здесь написано. Ура! Ни одного даже треснутого яйца. Все целое. Ваши старания увенчались успехом. Даже воздушные камеры на месте и в должном виде. Я очень рада. Не передать как. Даже не ожидала. Спасибо вам огромное. Постскриптум. Может, этот ящик меньше кидали, потому что он тяжелый. Может, работники были аккуратнее. Ну, и утрамбовка сделала свое дело. В общем, результат не хороший, а просто отличный. Ну, и от себя хочу добавить тоже, что я, наверное, еще больше, чем Татьяна, рад. Потому что сколько я этих посылок отправлял. Да, и результат был, ну, плачевный. Ну, и, наконец-то, я добился успеха. Друзья, ну, и, наверное, на этот раз я поблагодарю Почту России. Ведь благодаря ее стараниям, или вопреки всему тому, что они делали с моими прежними посылками, я добился вот хороших результатов, усовершенствуя свои коробки. Ну, я думаю, что вот такая упаковка послужит примером и для других птицеводов, которые отправляют яйцо по всей России. Всем удачи, друзья. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал Куры в Мегаполисе. Ставьте лайки. Не стесняйтесь, комментируйте. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok